В администрации состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Романа Галкина. В работе совещания приняли участие представители управления по делам ГОИЧС, отдела надзорной деятельности, пожарной части и полиции, а также руководители управляющих организаций. На повестке три вопроса. Основной – итоги проведения операции «Жилье». Как отметил заместитель начальника отдела надзорной деятельности Дмитрий Журиков, основная работа была направлена на профилактику пожаров в жилом фонде города. Данные собственники жилья, именно жилого фонда пятой степени огнестойкости, так скажем, жилого фонда, чтобы обращали внимание на те материалы, которые хранятся непосредственно в личничных клетках, которые у них находятся в подъездах жилых домов. В этом плане, во-первых, за это нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, и в данном случае отделом зорной деятельности будет непосредственно принимать меры административного воздействия к собственникам жилья. Также на заседании обсудили дополнительные профилактические меры предупреждения пожаров. Рассматривали вопросы приобретения огнетушителей, саморазбрасывающихся за счет собственников жилья, либо управляющих компаний, если имеется накопительный фонд. Цена вопроса небольшая, сам огнетушитель стоит в пределах 800 рублей. Устанавливается в электрощитовых, мы знаем, что на каждой площадке в подъезде по одной электрощитовой, здание двухэтажное деревянное, в каждом подъезде два огнетушителя. При возникновении температуры нагрева 80 градусов по Цельсию данный огнетушитель срабатывает и порошком засыпает весь очаг возгорания. На заседании комиссии также обсудили подготовку к плановой комплексной тренировке, которую МЧС России проведет 30 ноября.